Канал Гудвин ТВ. Здесь вы найдете топ-обзоры на самые лучшие фильмы всех времен. К тому же автор снимает годные короткометражки. А еще вместе с сетью кинотеатров Киноград частенько устраивает закрытые показы киноновинок, где можно пообщаться вживую, подзарядиться киноэнергией, а также суперинтересными фактами о кино. Гудвин ТВ. Ссылка в описании. Здравствуйте, с вами Борис Орден. В этом видео я решил рассказать вам о следующем. Ну не может никак навсегда погаснуть глаз Терминатора. Нужно ему вновь и вновь маячить на горизонте, чтобы говорить культовую фразу немного в измененном виде. Я вернулся. Мы сто раз уже обсуждали провал Дарк Фейт, но слухи продолжают всплывать с новой силой. Что ж, учитывая то, чему канал Объект уделяет так много внимания, продолжаем обсуждать новости по Терму. Дэниел Рихтман продолжает делиться в своем Патреоне невероятными слухами из мира гип-искусства. Как утверждают его источники, анонимные, но при этом достаточно хорошо осведомленные. В настоящее время компания Skydance Media и сервис Hulu готовят очередную перезагрузку вселенной о роботах-убийцах. Причем на сей раз перезагрузка будет якобы сделана в виде сериала. Правда, на данный момент проект еще находится на самой ранней стадии работы и вполне может быть отменен. Сделки между Hulu и Skydance может помешать Дисней, типа она намерена окончательно поглотить сервис Hulu и неизвестно, что в таком случае будет с сериалом. Вообще, я уже рассказывал, что именно в таком виде было бы логичным делать новый проект этого франчайза, ведь сериалы переживают сейчас самый рассвет, а такой формат может привлечь тех зрителей, которые не хотят топать в кино. Тем не менее, другие слухи все-таки обращают внимание на более классическую модель контента. По другой информации источников Риктмана, новая картина будет выполнена в жанре хоррора, причем иметь гораздо меньше бюджет, чем предыдущие фантастические боевики. Кроме того, утверждается, что Арнольд Шварценеггер уже подписался на участие в фильме. Правда, не факт, что он будет сниматься именно в этом Терминаторе. По информации Риктмана, в работе находится сразу несколько различных проектов, и неизвестно, какой из них первым доберется до экранов, несмотря на то, что официально еще ничего не объявляли. За свою карьеру Арни снялся в пяти из шести фильмов Терминатор. Актеру было 37 лет, когда он впервые сыграл культового персонажа, и позднее франшизе пришлось придумывать способы объяснить, почему Т-800 сначала просто возвращается, а затем еще и причины старения. По словам инсайдера, Шварц подписал контракт, по крайней мере, на один из фильмов. Конечно, нырять с головой в очередное переосмысление, менее чем через полтора года после того, как Терминатор темной судьбы привел к убыткам в 120 миллионов долларов, это что-то среднее между безрассудством и глупостью. И было бы справедливо сказать, что серия могла бы сделать долгий перерыв. Однако, по слухам, Paramount Pictures снова настаивают на создании нового фильма о Терми. Говорится, что студия хочет, что проект пошел по стопам предыдущих картин с возрастным рейтингом PG-13. Именно такой рейтинг получили Salvation и Genesis, в то время как Джеймс Кэмерон, как сообщается, стремится сохранить взрослый эр. Конечно, Paramount даже не владеют правами на Терминатора, а участие Кэмерона в темных судьбах было ограничено исключительно творческими возможностями. Поэтому еще неизвестно, как обе стороны смогут работать вместе. Skydance Media контролирует интеллектуальную собственность и делали это в течение последнего десятилетия. При этом Paramount занимались распространением Генезиса и выступали в качестве одного из нескольких партнеров Dark Fate, среди которых также были 20-й век Fox и Lightstorm Entertainment. Проважина Терминатора находится в руках Джеймса и руководителя Skydance Дэвида Эллисона. В общем, ясно, что ничего не ясно. Без официальных анонсов мы имеем лишь слухи. При этом хочу повторить, что идея с сериалом хороша. А если хочется делать фильм, то как раз оптимально провернуть это в жанре триллера или хоррора с более адекватным бюджетом, который проще будет окупить. В свое время это предлагали в паблике Terminator Universe, крупнейшей группе ВК по вселенной роботов из будущего. От 50 до 100 миллионов долларов, не дороже. Приземленные эффекты и без падающих самолетов, и взрывающихся планет. Мрачная и напряженная атмосфера, нуар и безнадега. Он сказал, буря идет сюда. Я знаю. Ну и конечно, вместо нафиг ненужных повесточек, нечто более подходящее. Ведь мы окружены технологиями. Как говорил Кэмерон, Скайнет уже победил. Лично я хотел бы эпичную трилогию про войну в будущем. Но если и делать нечто более камерное и страшное, то в принципе пойдет и прошлое. Главное это атмосфера. Именно на ней все будет зиждиться. А не на гагах про спаривание и шторы. Нет, спасибо, мы сыты. Немного про злополучную экранизацию смертельной битвы, о которой ничего не слышно, хотя пора бы. Продюсеры представили дату выхода картины. Она выйдет 16 апреля 2021 года. Причем согласно инициативе Warner Brothers, премьера состоится одновременно и в кинотеатрах, и в онлайн кинотеатре HBO Max. Как это произошло с сиквелом Чудо-женщины. Обновленный постер вы видите на экране. Лого теперь такое. В принципе логично, что в перезапуске оно должно было смениться. Подробностей о фильме пока очень мало. Напомню, будет не так много CGI, но в некоторых моментах без спецэффектов не обойтись. Взрослый рейтинг R присвоен фильму за жесткие сцены и насилие. Ожидается показ Fatality и X-Ray Attack. В фильме будет раскрыта сюжетная арка противостояния Скорпиона и Саб-Зира. А за музыкальное оформление отвечает Бенджамин Уолфиш. Бегущий по лезвию 2049 вместе с Хансом Циммером, а No 2, Hellboy, Shazam. Хорошая и плохая новости для поклонников Индианы Джонса. В студии Disney и Lucasfilm наконец-то начали активную подготовку к съемкам многострадального пятого фильма о титульном профессоре археологии. Ложка дегтя заключается в том, что блокбастер поставит точку в истории культового киногероя Харрисона Форда. Очевидно, создатели киносерии не хотят превращать Индиану в Бондиану и передавать роль другим актерам. На это указывают слова президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Пятая часть франшизы завершит путешествие Джонса. Съемки картины начнутся весной 2022-го. В режиссерском кресле расположится Джеймс Мэнглд. Ранее постановщик проводил на покое другого популярного киноперсонажа, Джеймса Логана Хоулета по прозвищу Росомаха. Премьера Индианы Джонса 5 состоится 29 июля 2022 года. При этом рассматриваются спин-оффы, но уже про других героев. В том году ходил слух, что студия Disney задумалась о создании второй части фантастического блокбастера «Алита. Боевой ангел». Похожие шансы на создание сиквела выросли после выхода второго сезона сверхпопулярного сериала «Мандалорец». Одну из серий минувшей главы космического вестерна снял постановщик «Алиты» Роберт Родригес. Диснеевцы остались в таком восторге от работы режиссера, что пригласили его в команду спин-оффа «Книга Боба Фетта». Теперь в сети пошли разговоры, что сотрудничество Диснея и Родригеса распространится еще и на сиквел «Алиты». Экранизация манги «Боевой ангел» вышла в 2019 году и заработала 405 миллионов долларов. Некоторые аналитики полагают, что этой суммы не хватило для выхода на уровень окупаемости. Производственный бюджет фильма оценивается в 170 миллионов долларов. Еще несколько миллионов ушли на рекламу, поэтому дохода от проката могло не хватить на покрытие всех расходов. В прошлом году права на франшизу перешли к империи Уолта Диснея. Инсайдеры не исключают, что «Алита 2» превратится в мини-сериал и отправится на онлайн-платформу Disney+. Стоит отметить, что официальные представители студии воздерживаются от комментариев. Ну и напоследок малость запоздалая новость, но все же я стараюсь следить за этой вселенной. Донал Лок устроился в полицию Раккун-Сити. На протяжении пяти сезонов он охранял законопорядок в Готэме, а теперь заступит на службу в другом городе. И размах местной коррупции Харви Буллоку даже не снился. Актер получил роль Брайана Айронса, главы полиции Раккун-Сити, в перезагрузке франшизы «Обитель зла». Из простого полицейского Брайан Айронс превратился в нечистого на руку главу департамента. Как и многие другие представители власти, он был вовлечен в коррупционные схемы Раккун-Сити. Айронс регулярно получал взятки от корпорации «Амбрелла», а взамен прикрывал деятельность компании. После вспышки вируса Брайан слетел с катушек. Также шефа полиции подозревали в убийствах женщин, но его причастность к этим преступлениям никогда не была доказана. Ранее в актерский состав «Новый обитель зла» записались Каэс Каделарио, Робби Амл, Ханна Джон Кэйман, Том Хоппер, Эван Джогия и Нил Макдонов. Второстепенные роли в перезагрузке также получили Ча Трук и Лили Гао. Режиссером проекта выбран Йоханнес Робертс, и если судить по имеющейся сейчас информации, то фильм будет куда ближе к оригинальным играм, чем киносерия, снятая Полом Андерсеном. Поделитесь своими мыслями в комментариях, поставьте лайк, сделайте репост и подпишитесь на канал Объект. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!